МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телеканал Санкт-Петербург продолжает свою работу в прямом эфире, потому что это ваше право видеть и знать, чем живет великий город наш долг. Дайте вам его. Я Юрий Зинчук. Здравствуйте! Итак, в эфире программа Пульс города. Мы говорим обо всем, что на этой неделе определяло такое понятие, как Россия. 21 век, Санкт-Петербург сегодня, хроника каждой недели, день за днем. Что произошло за это время? Какие события люди изменили нашу жизнь сегодня? А какие предопределили то, что будет с нами завтра? И уходящая неделя войдет в летопись Петербурга следующими яркими заголовками. Итак, сегодня в программе Матер! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Красуйся, град Петров, и стой неколебимо! В Петербурге начинается череда праздничных событий, посвященных 316-му дню рождения нашего города. Общественная палата выступила с инициативой выдвинуть Александра Беглова в кандидаты на предстоящих губернаторских выборах. Чтобы он на предстоящих выборах выступил кандидатом в губернатор. Кто еще поддержал эту инициативу? И почему эксперты оценили это событие как старт губернаторской гонки? Как на берегах не выстроят самые мощные атомные ледоколы в мире? Космический корабль, наверное, в чем-то даже попроще будет. Почему строить такие ледоколы даже сложнее, чем создавать космические корабли? И какое слово они скажут в битве за Арктику? Люди, которые хранят город. Самое плохое, что может быть, с моей точки зрения, это и в армии помнище родства. Хранители Петербурга. Кто они? И что заставляет их заниматься своим делом? Рейсы отменяются, железный занавес опускается. Впервые с 70-х годов британские авиакомпании объявили о том, что прямые рейсы из Петербурга в Лондон будут отменены. Чего в этом решении больше? Экономической целесообразности или политики? Осколки Ленинграда в Петербурге. Ты взгляди на эту штуку, начинаешь фантазировать, мечтать, вспоминать что-то. Как и где без машины времени можно походить по ленинградским улицам в Петербурге? Какие вывески можно прочитать на этих улицах? И как они сохранились до нашего времени? Ну, а начинаем мы, конечно же, с главной новости, которая всегда главная в эти дни мая для нас, для нашего эфира. Эфиры программы «Пульс города». Я имею в виду день рождения Петербурга. Итак, 316 лет назад возник феномен, имя которого потом очень скоро узнает весь мир. И это имя было Санкт-Петербург. Петербург проскочил за три с лишним века через такой огромный поток исторических событий, на которые другим европейским городам потребовалось десятки веков. Лондону 20 столетий, Парижу 23 века. А мы всего лишь за 316 лет. Всего лишь пять поколений. И на жизнь этих пяти поколений выпали строительство на болоте, пожары, наводнения, миссия столицы одной из крупнейших империй в мире, революция, война, блокада, как самая страшная гуманитарная катастрофа, репрессии. 300 с лишним лет. Событий столько, что на несколько стран и эпох хватит. Но Петербург и есть часть страны, часть эпохи, часть России, судьба которой очень часто решалась именно здесь, на берегах Невы. Здесь все стремительно и быстро. Здесь все, как извечный символ борьбы света и тьмы, добра и зла. И когда мы ходим вдоль блистательных архитектурных ансамблей и восхищаемся их гармонией, мы знаем, что этот блеск и красота рождались здесь, в болоте, на костях сотен тысяч, согнанных со всей России крепостных. Здесь везде и во всем очень призрачная грань, как свет в белую ночь. Непонятно, где жизнь или смерть, где подвиг и где предательство, где вода и где небо, где правда в этом городе, а где миф и тайна. Это самый умышленный город на Земле, который возник не постепенно, век за веком, эпоха за эпохой, как Москва, например, или Рим, а в один миг, среди низких берегов финских болот, как древняя Пальмира в сирийской пустыне, в безлюдном и безжизненном месте. Так рождался этот город, которому в эти дни исполняется всего лишь 316 лет. И все это время идут споры. А что такое Петербург? В чем его тайна, его феномен, его миссия, предназначение? Об этом спорили и Пушкин и Достоевский. И споры продолжаются в 21 веке. Но мы, те, кто живет здесь, в этом пространстве между небом и небой, без этих споров знаем твердо одно. Но Петербург – это мы. Это наш мир, который начинается для нас с каждым новым днем, который так похож на белую ночь. В эту белую ночь, в эту белую ночь. Ну и продолжая нашу главную тему этого выпуска, давайте чуть более подробно рассмотрим одну из особенностей нашего города. Вот помните такую известную ленинградскую поговорку. В болоте родился, три раза крестился, врагу не достался, героям остался. Это про то, что мы выжили во время блокады, и про то, что наш город был трижды переименован. Петербург, Петроград, Ленинград. Потом, после референдума 91-го года, опять вернулись к первоначальному варианту. Но очень многое осталось у нас от Ленинграда. Как бы Ленинград не старались вычеркнуть с улиц Петербурга. И в первую очередь, это можно заметить по вывескам, названиям, которые остались с тех времен. Но постепенно с фасадов домов, даже не с каждым годом, с каждым днем, исчезают вывески советской эпохи. Всем знакомы и дома быта, ремонт обуви, универсам. Вот, например, универмаг Московский потерял недавно свою знаменитую букву М в первоначальном виде. А Кировский завод едва не остался без узнаваемой шестеренки в виде буквы К из-за того, что не оформили должным образом документы на согласование и установку. Но все равно, та эпоха, как свет уже исчезнувшей звезды все равно долетает до нас. Вот об этом наш следующий репортаж. Осколки Ленинграда в Петербурге. Как и где даже без машины времени можно походить по ленинградским улицам в Петербурге? Какие вывески можно прочитать на этих улицах? Что они изначали? И как сохранились до нашего времени? Тему продолжит Наталья Бондорина. Визитная карточка Петербурга. Город-герой Ленинград. Эти трехметровые буквы первое, что видят те, кто выходит из московского вокзала. Поздним вечером надпись горит неоновым светом, словно маяк. Да что там, весь город преображается, и фасады живут яркой ночной жизнью. Но в основном это все реклама. Но неужели не осталось того советского бескорыстного типа булочная или прачечная? Или все-таки есть эти островки Ленинграда в Петербурге? Вот она, единственная на весь город, к счастью, уцелевшая вывеской. Называть ее так не совсем правильно. Булочная на Большом Сапсионевском, 92 элемент фасада. Это означает, что уже при проектировании и строительстве дома знали, что здесь будут продавать хлеб. Изначально их было две, но сохранилась только одна каменная вывеска. За 66 лет, правда, безвозвратно утратив букву «Ч». Вывески пропадают не каждый день, конечно, но раз в месяц какой-то экспонат нашего музея под открытым небом, он пропадает. Это просто часть истории нашего города и часть того самого Ленинграда, который продолжает оставаться в Петербурге. Прописные буквы с характерным наклоном и только так. Стандарт, который был определен для всех булочных страны. Забыт, варварски, сбит с фасадов. С памятью, к счастью, так сделать нельзя. Долгие годы эта надпись гарантировала качество. Эту формулу взяли на заметку в одной крупной сети современных пекарен и не прогадали. Ленинградцы узнали родные буквы и степень доверия автоматически возросла. Единые стандарты к шрифтам были едины для всей страны советов. Это означало, что дом быта или универсам в Омске ничем не отличался от такой же вывески в Череповце или Екатеринбурге. Для Ленинграда все же были исключения. Кировский завод он такой один на всю Россию. Его уникальность в том числе и в этих гигантских буквах на крыше. Логотип установили в 30-х годах, в 74-м обновили. Вот знаменитая кинохроника. Ленинградцы отправляются на фронт. В кадре всем знакомая надпись. Самое интересное, завод мог лишиться своей легендарной вывески. Оказалось, на нее не было необходимых документов и по новым правилам она оказалась вне закона. Однако здравый смысл победил и буквы остались на месте. В какой момент эти вывески оригинальные становятся какими-то мемориальными объектами, которые нужно охранять? Я думаю, когда невозможно себе представить определенный пейзаж без этой вывески. И вот сейчас, если поставить, допустим, какой-нибудь современный логотип, нарисовать, что-то сделать, то есть он такой прям очень устаревший, но тем не менее хоть какая-то связь с прошлым у нас должна оставаться. В советских шрифтах допускались только прямые и строгие формы, особенно когда это касалось объектов стратегического значения. Сберкассы, заводы, вокзалы со временем некоторые из них стали настоящим арт-объектом с двойным смыслом. Считается, что советские шрифты уникальны. Это не совсем так. Некоторые написания букв заимствовали. Заимствовали, например, букву К. Естественно, не все и не всегда, но тем не менее она встречалась довольно часто. У нее был очень высокий первый выносной элемент такой и потом делалась такая петелька и делалась буква К. То есть получалась вроде бы похожая очень форма, но сейчас такую не используют, а используют уже более классическую, привычную нам. У буквы Б есть такой верхний выносной элемент, он называется, и ее рисовали просто и делали потом огромный выносной элемент сверху. Именно в Ленинграде в советское время открывается комбинат «Газосвет». Он снабжает световыми вывесками всю страну. Производитель-монополист напрямую подчиняется горысполкому, главной задачей которого была унификация и стандартизация наружной рекламы. Вот почему все вывески тогда были скучными и однообразными. Минимальное отступление от правил могли себе позволить разве что рестораны или кинотеатры. Невоин стал только в 65-м году, сменив до этого два названия «Арс» и «Штурм». Но вот что интересно, здесь всегда показывали кино. Не отдали это здание ни под офисы, ни под бизнес-центр, ни под бассейн. Такой островок Ленинграда в Петербурге. А вот буквы уже, к сожалению, не аутентичны, не родны. Это новодел. Настоящая Нева в мастерской знаменитого художника-архитектора Михаила Бархина. Словно на курорте, буквы отдыхают здесь под пальмой после работы. Этот отдых они заслужили. А вот за что их выбросили на помойку, непонятно. Если бы не друзья художника, история исчезла бы навсегда. Даже один ассоциативный ряд при взгляде на эту штуку, вообще начинаешь фантазировать, мечтать, вспоминать что-то. Конечно, надо сохранять. И Петербург, мне кажется, этим хорош, потому что здесь все-таки максимально стараются как-то что-то сохранить. Объект охраны или никому не нужный хлам. У сочувствующего собирателя артефактов советской эпохи, Андрей просит не называть его коллекционером, не стоит такого вопроса. Каждая же стена или эмалированная табличка для него интересный собеседник, которому есть что рассказать о том времени, в котором он жил на улице Ленинграда. Вот табличка, мне кажется, редкая. Туалетов было не так много. А это как раз тот непродолжительный момент, когда в Питере появились первые платные туалеты. Есть вероятность, что это одна из первых, если не первая, табличка платного туалета. Неоновые, нарисованные с помощью трафарета, простые, с претензией на оригинальность. К ним можно по-разному относиться, ругать за устаревший дизайн или возводить до уровня культурной ценности. Все так. Но главное, наверное, то, что все эти универсамы, булочные кинотеатры у кого-то друзья детства, с ними связаны воспоминания. Они наше прошлое, а значит то, без чего нельзя представить Петербург. Город, в котором за 316 лет история оставила словно часовых на посту свидетелей той или иной эпохи. И в Петербурге всегда можно найти Ленинград. Наталья Бандурина, Пульс города. Ну и учитывая тематическую специфику выпуска в этом эфире, мы будем показывать рубрику «Мой Петербург». Дело в том, что на протяжении всего существования программы «Пульс города» мы встречались и писали интервью с огромным количеством самых интересных и увлекательных людей. Писатели, музыканты, политики, режиссеры, историки. И всем нашим замечательным и увлекательным собеседникам мы традиционно задавали в ходе интервью один обязательно вопрос. А что для вас означает Петербург? Какой для вас этот город? В чем заключается феномен? Какой он? Ваш Петербург. Сегодня в эфире мы покажем несколько фрагментов из этих интервью и вот одно из них. Дом – это место, где уютно, где семья, где жена, сын, любимый. Когда я покупал квартиру, еще дом строили, если честно. И я сразу понял, что очень интересное местоположение, потому что седьмая, шестая, седьмая линия пешеходная, пешеходная. Сразу ощущение, что Европа. Павел, тебе вопрос, как к музыканту. Да. Проиллюстрировать понятие дом с помощью музыки. Вот какая это была бы музыка? Мне кажется, что музыка меняется, зависит от настроения человека. Например, интермецо, пучини из оперы «Манон леско». Так, раз. Какое-то ностальгическое настроение. Любимый Рахмалинов. Любимый Рахмалинов. Что это за Рахмалинов? Третий фортепианный концерт. Третий фортепианный? Прекрасно. Да, потом, может быть, наоборот, у вертира Моцарта свадьбы Фигару. Третий фортепианный Там, 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 прекрасно. Придели дальше, теперь давайте поговорим о главном политическом событии этой недели. Это событие было ожидаемо, о нем много говорили, но нужно было, чтобы оно обязательно произошло. Поэтому это была самая ожидаемая политическая сенсация этих дней. Дело в том, что члены общественной палаты Петербурга в законодательном собрании предложили Александру Беглову выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Санкт-Петербурга. Это предложение озвучил герой Советского Союза, руководитель знаменитого предприятия имени Климова, член общественной палаты Петербурга Александр Ватагин. Для членов Совета позиция, Александр Беглович, по основным вопросам жизни нашего города, как она будет развиваться, строиться, в общем-то информации было достаточно. Поэтому единогласно общественный совет проголосовал за то, чтобы обратиться с просьбой к Александру Дмитриевичу, чтобы он на предстоящих выборах выступил кандидатом в губернатор. Временно исполняющий обязанности главы города Александр Беглов пока свои комментарии не дал. Он обязательно это сделает, но уже сейчас можно сказать о том, что многие эксперты расценили это заявление как объявление о старте губернаторской гонки. В связи с этим нужно обязательно отметить, что выборы высшего должностного лица в Петербурге пройдут 8 сентября этого года, в единый день голосования. По закону назначить выборы городской парламент дожил не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. И с этого момента все кандидаты в губернаторы уже могут начинать свои предвыборные кампании. Губернатором Петербурга, кстати, может стать гражданин России, достигший возраста 30 лет, обладающий избирательным правом, не имеющий иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране, а также не имеющий судимости за совершение тяжких преступлений. Губернатор Петербурга избирается на срок 5 лет и не может замещать эту должность в результате выборов более чем двух сроков подряд. Поправки в региональное законодательство, которые были вынесены в конце прошлого года, теперь позволяют участвовать в губернаторской кампании не только кандидатам от избирательных объединений, но и самовыдвиженцам. Кстати, последним для регистрации необходимо не только преодолеть так называемый муниципальный фильтр, то есть, как и всем остальным, собрать подписи 10% муниципальных депутатов, ну и заручиться официальной поддержкой электората, собрать не менее 2% подписей от общего числа избирателей. Положение губернаторских выборов допускает проведение второго тура. И в ближайшее время в начале главной политической битвы за пост первого лица Петербурга будет уже объявлено официально. Так что впереди нас ждет очень много интересных политических событий. Ну давайте немного отдохнем от политики и продолжим рубрику этого выпуска «Мой Петербург». Смотрим следующую серию. Ваши чувства, ваши эмоции относительно такого феномена, как Петербург? Лучше про это сказал Александр Сергеевич. Город пышный, город бедный, проно, мрамор и гранит, цвет невестный, зелено-бледный, дух неволи, хмурый вид. Вот это Петербург? Это определение абсолютно классическое для этого города, которое я считаю одним из прекраснейших городов в мире. В Питере много памятников. Питер самый красивый город на земле, Санкт-Петербург. Приятно, что из уст в Москве часто слышать. Да, да. Ну с Москвой не сравните, это как бы ребенку понятно. Но еще самое главное то, что этот город украшает имена гениальных художников. И я счастлив, что большая часть моей жизни была связана с Алексеевичем Германом, который действительно золотыми буквами вписан в историю Санкт-Петербурга. Продолжаем выпуск. На этой неделе произошло историческое для нашей отечественной авиации событие. Легендарный турбореактивный лайнер Ту-134 совершил свой последний перелет. Это был самый массовый самолет в нашей гражданской авиации. Гордость отечественного авиапрома. Модный дизайн, за что эти самолеты, кстати, даже получили второе название. Стиляга. Невероятное по тем временам летное качество самолета, комфортный пассажирский салон, повышенная шумоизоляция, одним словом, сказка, а не самолет. Но теперь время этой сказки закончилось. И теперь это наша история. Кстати, Ту-134 часто становился непременным эпизодом в советских фильмах. Например, именно на Ту-134 летит Женя Лукашин из Москвы в Ленинград, главной новогодней комедии страны «Ирония судьбы» или «С верхним паром». Правда, не обошлось и без киноляпов. Зоркие и дотошные эксперты подметили. В Москве Женя Лукашин садится на Ил-62. В Пулково, в Ленинграде, он сходит по трапу самолета Ту-154. Но зато в полете наш герой безмятежно дремлет именно в салоне Ту-134. Продолжим авиационную тему, но уже с некоторым оттенком политики. Авиакомпания British Airways объявила о том, что с 3 октября прекращает выполнение рейсов из Лондона в Санкт-Петербург. Цитирую по тексту пресс-релиза британской компании. «К сожалению, мы приостанавливаем выполнение рейсов в Санкт-Петербург. У нас долгая и славная история полета в город этот. Но несмотря на выполнение этого маршрута с 1971 года, он больше не является для нас приоритетным и коммерчески целесообразным». Конец цитаты. «Так что приземлиться в Хитроу, вылетев из Пулково, скоро такой возможности уже не будет. Что это? Рейсы отменяются, железный занавес опускается. Чего в этом решении больше, политики или экономики? А может и то, и другое стали причиной такого решения? Евгений Старов провожал в Пулково последние рейсы до Лондона». Терминал Пулково. Четверг, полдень. Наша съемочная группа в поисках пассажиров одного конкретного рейса. «Вот эта строчка Лондон, мы видим пятая снизу, вылет в 15.40. Это ежедневный рейс. Она скоро пропадет с информационного табло в аэропорту Пулково, потому что национальный перевозчик Великобритании отменяет прямое сообщение между Лондоном и Петербургом». Устой к регистрации группа английских туристов. Через три часа после взлета они окажутся в Лондоне, но скоро путь домой для них станет дольше и труднее. «Это будет очень плохо. Мы будем вынуждены добираться поездом до Москвы, чтобы попасть на рейс». «Если они остановят полеты, я буду искать другую авиакомпанию. Пока не знаю, какую. Я не думаю, что это мудрое решение остановить полеты». «Для меня будет большая проблема. У меня друзья здесь. Я сам приезжаю сравнительно часто в Питер с British Airways». Компания British Airways осуществляла прямое авиасообщение между Лондоном и Петербургом, в то время Ленинградом, с 1971 года. Тогда в Великобритании к власти пришли консерваторы и сократили часть правительства. А в Советском Союзе на пленуме ЦК КПСС генеральным секретарем вновь единодушно был избран Леонид Ильич Брежнев. Начало авиаперелетов между Ленинградом и Лондоном хорошо помнят петербургские бетломаны. Тогда для них мечта стала реальностью. Олег Кривцов трижды летал в Лондон, а оттуда добирался в Ливерпуль на родину Битлз. Он уверен, никакие препятствия больше не страшны. Можно ехать пешком идти, можно на лодке плыть, на других компаниях. Но Бритишер Вейс очень удобно. В Питере сел с улицы Джона Леннона на такси, и через три часа ты уже в Лондоне. Улица Джона Леннона – это одно из множества местечек британского Петербурга. Этот термин существует очень давно. Английская культура, мода, кухня всегда привлекали наших людей. И англичане тоже находили множество причин приехать и даже переехать в Петербург. На петербургскую английскую набережную каждый день по пути на работу любуется англичанин, который уже 15 лет живет в нашем городе. У Вильяма здесь свой бизнес и офис на 14-й линии Васильевского острова. Компания Вилла Хекки Джонса занимается переводом на английский язык русских фильмов для Каннского фестиваля или премии «Оскар». Вот где пересекается английская королева и Петр Первый. Причину отмены прямых рейсов в Лондон, которыми пользовался бизнесмен, Вилл просто не понимает. Однако очередной негативный момент в исторически непростых взаимосвязях между Англией и Россией не лишил уверенности британского петербуржца в том, что культурный обмен уже не остановить. Все-таки страна состоит из людей, город состоит из людей. И это дает этим людям возможность что-то самим делать. Мы все-таки переводчики тут. Мы можем помочь людям понять друг друга. И с точки зрения кино, о котором я говорил, и с точки зрения мероприятия. Кстати, про кино. Знаменитый британский актер Рэй Фейнс, мечтавший сыграть Онегина и воплотивший свою мечту в 1999 году во время съемок фильма в Петербурге, видимо, понял, что еще не раз посетит этот город. И вот уже на протяжении 20 лет он периодически прилетает по работе и просто так. К друзьям, среди которых директор петербургской кинокомпании Наталья Смирнова. Сейчас собирается приехать, насколько я знаю, в июне. Для того, чтобы повидаться со всеми и поблагодарить. Он ужасно переживает, что не сказал спасибо Вагановскому училищу, персонально людям, которые нам помогали. Что там, не знаю, не сказал спасибо Эйфману. Речь идет о тех петербуржцах, кто помогал в съемках нового фильма. О солисте Кировского театра Рудольфа Нуреева. Файнс фильм режиссировал и исполнил одну из ролей на русском языке. Вы Рудольф Нуреев? Да. А я Александр Иванович Пушкин. Мы с ним разговариваем по-русски всегда. Да, простыми предложениями, но тем не менее, про все, про все. Про все, про все британское, что появилось и случилось в Петербурге за последние полвека, просто не упомнить. Из самого важного визит в город Елизаветы Второй. А вот Дэвид Кэмерон спускается по трапу самолета British Airways в Пулково. А эта английская сборная по футболу выходит из автобуса в аэропорту. И, конечно, бесчисленное количество британских звезд побывало в Петербурге с гастролями. Элтон Джон, Ринго Стар, Продежи, Дипешмот, Маккартни. При СССР отношения с Англией были и похуже нынешних. Да еще раньше конфликты случались неоднократно. При Елизавете Петровне семилетняя война с Англией. Павел Первый вообще запретил все английские товары. А при Николае Первом английские корабли подошли чуть ли не вплотную к столице Российской империи. Сегодня никто не хочет повторять этих историй. Но при этом многие не верят в только коммерческую причину отмены прямого авиасообщения с Лондоном. В том числе и эксперт, профессор факультета международных отношений СПБГУ. Это решение, оно как раз и вызывает вопросы. Потому что Бритиш Аэрвайс очень крупная компания. Одна из крупнейших в общем мире. Да, и поэтому, конечно, мы тогда можем делать вывод о том, что это действительно политическое решение. И оно основано на том, что в самой компании не все так хорошо. Политика и экономика всегда меняются. Это показывает история. И исторически же неизменно одно. Связь между Туманным Альбионом и самым европейским городом России, которую поддерживают сами люди. Эту связь полностью разорвать или отменить, как этот рейс, просто не получится. Евгений Старов. Пульс города. Петербург. Успели ли что-то посмотреть? Что вы о нем знаете? Ваши отношения к Петербургу. Россия и США представляют собой две великие державы. И ничто так не символизирует величие России, как Санкт-Петербург. Невозможно, находясь здесь, не ощущать его пульс, его энергетику. Я действительно полюбил этот город. Я не перестаю любоваться блистательной архитектурой этого города. И я с глубоким уважением отношусь к жителям Санкт-Петербурга, к тому, через что им пришлось пройти в своей истории. Ничто не сломило стойкости духа, ничто не заставило его встать на колени. Это один из величайших городов мира. Абсолютно феноменально. Абсолютно феноменально. Ну а теперь переходим к нашей рубрике, которая стала уже традиционной в течение последних двух месяцев. Пульс севера. Хроника, летопись, полярный дневник, длиной в десятки репортажей, которые писали, создавали наши коллеги. Бесстрашный искатель приключений, наш корреспондент Юрий Щербаков. И неутомимый охотник за фантастическими кадрами, открывающими невероятную красоту полярных широт, оператор Тимур Юнусов. Но сегодняшний выпуск будет необычный, потому что и Юрий, и Тимур наконец-то вернулись после двухмесячной экспедиции. Они в буквальном смысле не с корабля на бал, а с ледокола в студию примчались к нам. И мне кажется, что даже студия сейчас наполнилась такой атмосферой романтики, приключений, увлекательных путешествий на край земли. Каким-то полярным ветром, шумом раскалываемых ледоколом льдин. Вот они, герои севера! Ура! Привет! Привет! Привет всем не так. Приветствую по полярному. А как нам по полярному? С объятиями по полярному, да. Садитесь, садитесь, друзья. Ну вот... Ёр, погоди, я тебе хочу напомнить, я тебе хочу напомнить, это студия. Спасибо. Это студия. Ты здесь работаешь, ведущим на телеканале Санкт-Петербург. А я вас поправлю в том плане, что не ледокол, а судно ледового класса. Первый вопрос сразу же. Вот два месяца, изоляция, замкнутое пространство. Понятно, что вся ваша жизнь была наполнена какими-то интересными событиями, но все равно были бы как-то оторваны от этого мира. Первые эмоции какие были? У тебя какие? У тебя какие, Тимур? Ну, когда интернет появился, наверное, вот переизбытка этой информации, которой не было, как-то хотелось так и выключить. За этот месяц без интернета, когда мы уходили за, по-моему, 82-ю широту, там не было интернета от слова «совсем». То есть мы не знали, что происходило. Даже ешечки не было. Как сыграл зенит, даже этого вы не знаете. Без понятия, абсолютно. Все со всеми общались. Ровно через месяц, когда включили интернет, все зависли в своих гаджетах. Как это? Есть даже такой термин. Digital Detox, цифровая диета. Как Север меняет людей. Вот смотрите, вот Юрий Щербаков был интеллигентным, с глубокими, умными глазами телевизионного ведущего, главного телеканала третьего мегаполиса Европы. А он превратился, вот видите, в что-то такое бородатое, в шапки, с нахмуренными бровями, что называется. Найдите 10 отличий. Арктика взяла, переживала и выплюнула просто. И вот на самом деле Арктика меняет людей? Очень. Все за единую идею. То есть там нет разделения. Мы геологи, мы не будем делать то, что должны делать океанологи или гидрологи. Через месяц у нас льдина лопнула в 4 часа утра, все экстренно были подняты. То есть несмотря на то, что льдина плотная, от 70 сантиметров до полутора метров доходила, 70, ну где-то чуть выше колена, от напряжения льдина в самых напряженных местах она лопнула. А лопнула она, разделив наш лагерь на два. И вертолетами дальше все это эвакуировали, что-то руками, что-то снегоходами. И не было разделения. Мы геологи, у нас все на борту, мы можем дальше поспать. Все вышли. Мне даже нравится терминология. В 4 утра мы проснулись от того, что треснула льдина. Замечательно. Романтика, наполненная какими-то приключениями, невероятными событиями. Тимур, а тебя как Арктика поменяла? Ну, был один момент, который заставил меня задуматься о том, насколько человек миниатюрен в этом мире и беспомощен. А это что был за момент? Мы полетели в очередной полет с океанологами. Я полностью готовый к съемкам судна с воздуха. Ждал того, что мы сейчас будем подлетать. И как-то мы приземлились, и я вышел на лед. Я решил, надо снять несколько кадров. И в этот момент я чувствую, как вертолет просто поднимается вверх. А я один стою, а я один стою, и я вижу, как вертолет вот так вот взлетает. А что, а не позвонить? А не позвонить, не покричать ничего. Но это еще и добавляло, да, свои, как сказать, перчинки. То есть я представляю, да, вот эти две секунды ты пережил то, что... Одиночество в Арктике было пережито в полной мере, да. О том, насколько суровая реальность, Юрий Юрьевич, я покажу. Вот этот вот сувенир, этот артефакт, не побоюсь этого слова, который... Ты что, челюскинцы еще оставляли? Многие думают, что мы на лоскуты разрезали, и каждому достался флаг. Вот здесь метр, здесь был метр пятьдесят, то есть флаг заканчивался где-то здесь. Этот флаг провел с нами всю экспедицию. От момента, как мы вышли в Кольский залив, до момента, как мы вошли в него обратно. Так флаг истрепало на ветру и на холоде. То есть вот здесь вот он еще должен был... Полтора метра флага здесь еще идет. И это все... Закончилось в Арктике. Но это не подарок, это... А, это... Это моя память, да. В качестве подарка, Юрий Юрьевич... Я уже так это... С геологами мы погружали на дно морское, на дно океаническое специальные приборы и доставали донные осадки. То есть то, что лежит на дне, то есть дно, оно как таймлапс, как я в одном из сюжетов отметил. Оно так... До 100 тысяч лет. То есть это еще до динозавров. И вот этот слой, вы к нему прикасались, его доставали специально оборудованием. Да, и мы его в пениселиновую бутылочку... Вот, здесь донные отложения, да. Там камешек, который тоже из этих донных отложений. То есть он тоже древний-древний. Ну, вода уже посвежее, так скажем, потому что все течет, все меняется. Дважды в одну воду не войти. Но это вода с губиной. 50-100 тысяч лет, невероятно. Кстати, такая шутка, на мой взгляд, забавная. Если один раз побывал на одном из полюсов, то ты полярник. Так. А если побывал и на северном, и на южном, то биполярник. Ну, вот такая вот. Биполярник. Биполярник, да. И там и там побывал. Под текстом шутка. Мы теперь полярники. Мы даже прошли обряд. Обряд достаточно простой. Правда, как говорят знатоки этого дела, нужно присесть голой пятой точкой на лед где-то в заполярном круге. Здесь мы уже пробуем воду морскую, надо сказать. На вкус она какая? Отвратительно. Она горько-соленая. Она не просто соленая, а горько-соленая, аж все сводит в воду. На вкус она какая? Как если бы в стакан воды высыпать 5 столовых ложек соли, да, наверное? Наверное. И насыпать еще горчицу туда. Ну, что-то в таком духе. Я еще посвятился в океанологе. Для этого нужно было опустить какой-то прибор. То есть ты прошел все ритуалы вообще? Океанолог, моряк, полярник. Геолог. Геолог. Это уже не эфирная история. У геологов особая эстетика. Но в душе ты все равно остался журналистом. Но в душе журналисты, безусловно. Есть какой-нибудь полярный анекдот про полярника? Там либо про спирт, либо с матом. Либо про спирт, либо с матом. Я что для себя отметил, с самого начала экспедиции я думал, что на нас надели розовые очки и запихнули просто на суды. Потому что все вот исключительно вежливые, все исключительно доброжелательные. Я потом только уже по истечению нескольких недель я для себя понял, что люди, которые уже побывали хотя бы раз в таких экспедициях, таких длительных командировках, они понимают, с корабля ты или со льда, да, ты никуда не денешься. И если ты сразу начнешь в замкнутом пространстве, если ты начнешь с какого-то негатива, с конфликта, то до конца экспедиции не дожить просто. Тимур, а ты вот как оператор? Оператор это в первую очередь художник. Что для тебя? Поначалу было тяжело в том плане, что сначала мы были на открытой воде, и ты просто выходишь, у тебя вот так вот вода и небо, и все, и ничего не происходит вокруг. Со временем начинается как-то, глаз начинает замечать какие-то особенности. Да, да, да. Какие-то выхватывают, да? 50 оттенков белого. 50 оттенков белого, да. Казалось бы, снег вокруг, но солнце, сегодня одна картинка, если на следующий день пошел снег, это уже совсем другая картинка. А главный смысл, который вы вынесли после этой экспедиции для себя, вы вернулись и себе сказали, да, вот теперь, теперь я понял, что, вот что ты, Юра, сказал? Хороший вопрос. Ты уже сказал, он понял хрупкость вообще жизни человека, когда вертолет улетает и бросает тебя посреди льдов. Ну, я как журналист и как человек, который просто обязан постоянно находиться в информационном поле, я понял, что без этого информационного поля очень сложно жить. Вот без того, что эти круга, это цифровое пространство, медиа, черное зеркало медиа. Да, 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 должна быть какая-то информация, иначе начинается паническая атака вот эта самая. Я для себя понял, что есть еще вот эти традиции, это очень прекрасно, очень колоритно, ярко ощущается именно в тех широтах с теми людьми, с которыми мы провели эти два месяца. Неизменные и неприкасаемые традиции, которые... Русского севера. Русского севера, которые позволяют говорить о том, что полярники – это братство. Ну, если говорить о профессии, как операторской, то, наверное, это не опускать руки и искать везде что-нибудь, какую-нибудь детальку, чтобы запечатлеть ее. Быть пытливым и даже вот в этой белой мгле все равно можно разглядеть что-то яркое, интересное, красивое и выдающееся. Все, друзья, время бежит. Об Арктике можно говорить бесконечно долго, но есть такое понятие эфир и хронометраж. Так что извините, я должен вас прерывать. Спасибо большое. Напомню, что это были члены нашей полярной экспедиции телеканала «Санкт-Петербург», которые вернулись из Арктики. Они делились с нами своими незабываемыми эмоциями и впечатлениями, как Пел Гребенщиков «Храни Господь полярника». Полетели дальше. Ну и продолжим арктическую тему, потому что это наша тема, потому что именно Петербург сейчас выполняет миссию главной площадки, с которой Россия начинает свою экспансию на север. А от сель грозить мы будем всем тем, кто сейчас ведет с нами необъявленную битву за Арктику. И вот одно из подтверждений этому. 25 мая на Балтийском заводе состоится спуск на воду второго серийного атомного ледокола «Урал». Проект 2220. Проект разработан ЦКБ «Айсберг». Длина 173 метра. Он может ломать льды толщиной, внимание, 2,8 метра. Просто исполин какой-то. Это самый мощный атомный ледокол в мире. Ресурс работы его рассчитан на 40 лет. И вот там же, на Балтийском заводе, строится еще ледокол этого класса. Давайте туда сейчас и отправимся, и посмотрим, как создается ледокольная мощь нашей страны. Здесь, у нас, на берегах Невы. Репортаж Андрея Федорова. Петербург, Васильевский остров, Устье, Большой Невы и Балтийский завод – родина единственного в мире атомного ледокольного флота. Именно отсюда Россия покоряет Арктику. Именно здесь собирают суда, которые обеспечивают проход по северному морскому пути, самому короткому маршруту с запада на восток, из Европы в Азию. Подняться на мачту, побродить по строительным лесам, обойти пешком и снять со всех ракурсов пока еще возможно. До спуска атомохода «Урал» на воду остается менее суток. И да, это еще не готовый корабль. А, как говорят сотрудники завода, заказ выполнен лишь на 42%. Доделывать будут на достроечной набережной, но мощь судна уже ощущается. Особенно, когда оказываешься под ним, где на стапель наносят последние штрихи – насалку, смесь парафина и вазелина. Это над нами получается сейчас 19 тысяч тонн, да? Да, над нами сейчас 19 тысяч тонн. Вспомните себя в детстве, как вы любили зимой кататься с саночками, на саночках с горки. Только саночки у нас вот такие очень большие. А горка у нас покрыта не льдом, а насалкой, которая прекрасно скользит, не хуже, чем лед. Только лед бы при такой погоде у нас растаял с вами. Благодаря тому, что мы ее нанесли, наши саночки повезут нас с корабль в свое первое путешествие. Сейчас на Балтийском заводе одновременно настроят три таких гиганта. Проект 22220. Они самые большие. Фух, 8 этажей, пешком, с оборудованием, нелегкое испытание. И мощные в мире. Таких кораблей в России не делали больше 20 лет. В Сибири открывается замечательный вид на Арктику. Самый первый ледокол из этой серии. То есть по окончанию строительства и Сибирь, и Урал будут выглядеть примерно так. Названия выбраны не случайно. С такими же льды ломали советские атомоходы. Арктика – первое в истории судно, достигшее Северного полюса. Самый мощный в мире ледокольный корабль – советский атомоход «Арктика». Впервые в истории пробился через многометровую толщу льдов Северного ледовитого океана и достиг Северного полюса. Ледокол Сибири оказался там же вторым. Уралом, который только готовится к спуску. Изначально назвали судно «50 лет победы». И оно единственное из трех, которое до сих пор бороздит океаны. Остальные отслужили свой срок. И им нужна замена. Новые атомные реакторы – это один из примеров даже не импортозамещения, а импортопережения. То есть такого в мире еще не создавали. Что находится внутри и как это работает, мы по понятным причинам показать не можем. Но вот что известно. При разработке появилось 7 новых патентов. 96 секретов производства. Турбины получились в два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 мегаватт мощнее, чем в судах предыдущего поколения. С такой ядерной начинкой атомоходы способны ломать льды толщиной в 3 метра, находиться в автономном плавании до 5 лет и заменить сразу два типа ледоколов. Еще одно преимущество новых судов. Они могут ходить как в арктических водах, так и в устьях сибирских рек. А все из-за уникальной двухосадочной конструкции. Для использования в качестве тяжелого ледокола балластные цистерны, они находятся внутри, заполняются водой, и корабль оседает на 2 метра. Вот по эту белую линию. На мелководье наоборот. Избавившись от лишнего груза, гигант может приподняться. Все в комплексе прорыв судостроения. А еще новый атомный ледокольный флот России. Это решающий аргумент в необъявленной битве за Арктику. Космический корабль, наверное, в чем-то даже попроще будет. Почему? В космическом корабле уже есть авиационные технологии, которые отработаны на значительной части военной техники. Судостроение атомных ледоколов – это такая специализированная отрасль. Ну, по сути, мы первопроходцами являемся. Первые в космос полетели, первую Арктику покорим, да? Именно. Интересов в Арктике у нас много. Именно за полярным кругом находится 25% мировых запасов углеводородов. Из них больше половины на территории России. Стратегически важен и северный морской путь. О том, насколько сейчас освоена Арктика, можно судить по этой карте. Здесь показано движение всех судов в режиме онлайн. По привычному маршруту через Суэцкий канал. Это вот здесь ежегодно проходит около 20 тысяч кораблей. По нашему северному пути, вот он, несколько десятков. Одна из задач на ближайшее время – исправить ситуацию и создать глобальную транспортную артерию, которая будет короче почти в два раза. Кстати, потенциальные потребители у этого маршрута уже есть. В первую очередь это Китай, который уже несколько лет возрождает шелковый путь. А недавно власти КНР предложили создать и Арктический. Ведь в условиях торговой войны Соединенными Штатами Поднебесная в качестве партнера все чаще выбирает Европу. Разведку логистического потенциала маршрута провел сухогруз «Ляньхуасун» из Лянюнгана в порт Санкт-Петербурга. Он пришел за неделю, сэкономив 10 дней топливо и провизию. Но это было в период, когда в Арктике более-менее благоприятные условия для судоходства. А ведь движение по Северному морскому пути хотят сделать круглогодичным. И для этого в помощь строящимся ледоколам скоро будет запущена еще одна серия судов «Лидер». Проектирование уже на последней стадии. Эти даже не гиганты, а титаны будут в два раза мощнее. Данный ледокол сможет работать в любых климатических условиях, в любых ледовых условиях, с высокой экономически эффективной скоростью и сможет обеспечить проводку транспортных судов гарантированно по расписанию. Это будет новое качество данных ледоколов и новое качество всей транспортной системы Северного морского пути в целом. Сделать Северный морской путь доступным, по мнению экспертов, поможет и глобальное потепление, которое по примерным подсчетам уже через 30 лет освободит большую часть маршрута. Но только летом, зимой льды продолжат сковывать Север. А значит, пока ледоколы — это единственный и самый надежный путь для круглогодичного покорения все еще суровых приполярных территорий. Развитие альтернативного морского пути — одна из приоритетных задач России, на которую в ближайшие пять лет выделят 735 миллиардов рублей. Центром освоения Арктики должен стать Петербург, самый северный мегаполис в мире. Андрей Федоров. Пульс города. Петербургская публика. Многие говорят об ее особенности. Но вот если, допустим, описывать особенности петербургской публики, ну как будто бы вы описали характер человека. Вот какой это человек? Кто-то говорит, что питерская публика более холодная, скажем, чем московская, это абсолютно неправда. Это такой, я бы сказал, слух, может быть, какой-то запущенный москвичами. Питерская публика, у нас с ней роман, наверное, больше 20 лет. И это все случилось не сразу, безусловно. Это как ухаживание за девушкой. Знаете, я это называю так. Потому что донести, очень понятно, чтобы твои чувства были правдивые, на это нужно время, доказывать свою любовь. Но если это произошло, это уже надолго. Петербург. Вы же любите этот город, неоднократно вы в интервью об этом говорили. И сейчас только что признались в любви нашему городу. С какими произведениями у вас ассоциируется Петербург? Я думаю, что, наверное, в первую очередь приходят в голову те первые произведения, с которыми ты вышел на сцену. А это был Моцарт, концерт номер 17. 17-й концерт Моцарт. С Саулюсом Сандецким в Большом зале филармонии. Это третий концерт Рахманинова, который мы сыграли первый раз с Гергием. И Рапсодиан на тему погонения Рахманинова, который мы сыграли с Тимирканом. Субтитры создавал DimaTorzok Ахматова, Бродского и быть не может. Более 200 издателей со всего мира привезли в Петербург свои новинки. Десятки популярных писателей, встречи, конференции, круглые столы. Но самое главное, здесь можно утонуть среди книжных развалов. Одна книга интереснее другой. Я сам часто прихожу на книжные салоны, чтобы заглянуть на часок сюда, а ухожу со здоровенными, уже с рущимися под тяжестью книг пакетами. Вход, кстати, бесплатный. Адрес «Зимний стадион». Приходите, читайте, слушайте и погружайтесь в этот волшебный мир книги. В этой связи очень приятно и почетно проводить в этих стенах. Такое замечательное культурное событие. Это не просто формат какой-то книжной ярмарки. Это замечательный такой книжный форум, я бы сказал. Продолжаем выпуск, следующая страница нашего журнала. Новости за неделю. Пролетим над 78-м регионом и почувствуем его пульс. 78 ударов. Мотор. Фонарные столбы в Петербурге могут быть приспособлены для размещения на них устройств для сети формата 5G. Если оно будет реализовано, Петербург станет лидером в России по внедрению связи пятого поколения. Одна из самых ожидаемых сенсаций театрального Петербурга. Народная артистка России Лариса Лупиан теперь уже официально назначена на должность художественного руководителя театра имени Ленсовета. В ближайшее время она проведет первое собрание труппы. Примечательно, что Лариса Лупиан и училась на курсе Игоря Владимирова, знаменитого режиссера, при котором и рождалась слава этого театра. И вот теперь она возвращается в Ленсовета уже в статусе художественного руководителя. Уникальный подводный аппарат для проведения исследований на глубине пополнил экспозицию музея Батискафа в Кронштадте. Это комплекс МТК-200. Один из первых советских подводных роботов. Эти аппараты стояли на оснащении ВМФ, но теперь их заменила более современная техника. Видеорегистратор на Дворцовой набережной зафиксировал, как утки переходят дорогу. По всей видимости, птицы, которым надоело плавать в Неме, решили направиться на прогулку в Летний сад. Теперь это одно из самых популярных видео в социальных сетях. Всех поразило то, что утки переходят дорогу именно по зебре, как и положено культурным пешеходам в культурной столице. Возвращаемся к главной теме этого выпуска. И сейчас мы хотим рассказать историю о тех, кто носит звание хранитель города. Причем это звание им дается неофициально. Никаких документов, позволяющих им иметь это звание, у них нет. Но, по сути, они все равно хранители. Это те петербуржцы, которые сами, своими руками, где-то заменят металлическую дверь, или восстановят какой-то уже выброшенный на помойку артефакт старых петербургских квартир. Это те, кто по кусочкам и собирает, и сохраняет наш Петербург. Антон Цумман собрал несколько историй про таких людей, хранителей Петербурга. Обычная картина для центра Петербурга. Исторический дом, с историческим фасадом, исторической леплиной. И, казалось бы, у него должна быть историческая входная группа. Но нет. Здесь, установленная давным-давно коммунальщиками, утилитарная железная дверь. Да, когда-то такое решение казалось правильным и практичным, но сегодня в Петербурге есть люди, которые сдают совершенно новый тренд сохранять и спасать исторические элементы Петербурга. Ярослав Костров два года назад приобрел квартиру в доме на Мытнинской улице. И сразу понял, железному новоделу в историческом доходном доме Станового не место. Собрал вокруг неравнодушных соседей, скинули, что называется, всем миром. И облик дома начал стремительно меняться. Это ясень. Новый ясень. Это не старое дерево. Это не стекло, это поликарбонат, то есть он не разовьется. А сам облик? Копия с угловой двери дома, которая у нас сохранилась фактически единственное, что на доме. Теперь жители дома сообща добились ремонта фасада, сообща установили систему видеонаблюдения и сами начали следить за порядком. Хотя началось все, казалось бы, с малого входных дверей. В первую очередь изменилось это отношение людей, самих людей. Если раньше им казалось нормальным, что у них не убирают парадные, что у них стены разрисованы, то теперь они замечают каждое какое-то несоответствие. И они неравнодушно относятся к своему дому. Посмотрите, как здорово теперь ты подходишь утром в парадную, смотришь на улицы и ты видишь свет, а не металлическое полотно. А главной входной группе этого дома еще только предстоит вернуться на место. Сейчас она в руках мастеров. Вот так, миллиметр за миллиметром, специалисты восстанавливают поврежденное дерево. Что утрачено, воссоздадут. Что сохранилось, вернут на место. Включая этих деревянных сов, хранителей парадной. Вот это вот было позднее, а это вот, что называется, родная. А, это вот родная сова, которая там была. Да, и эта тоже была, просто это было сделано гораздо позже. Виктор Порунов признается, для его бригады такая работа не совсем по профилю, но духовно близкая. Виктор Иванович уже много лет занимается ремонтом старых квартир, восстанавливая старинные интерьеры. До чего даже собрал целую коллекцию фурнитуры конца 19 века. Просто во дворе лежат где-то, выбросил кто-то окна, звонят нам и говорят, вот, нужны ли вам шпингалеты. Просто... И вот вы просто эксплуатаете, получается. И многие люди просто привозят сюда сами, вообще отдаются. На самом деле, очень удивительно. А буквально век назад это удивительно мне казалось. Еще в 1907 году, когда на смену Петербургу имперскому приходил Петербург капиталистический, и многие здания перестраивались, был создан целый музей. Его коллекция активно пополнялась и в советское время, когда многие жилые здания проходили капитальный ремонт. У нас в музее богатая коллекция печей, может быть, самая богатая в Петербурге. И это происходит именно благодаря постановлению Ленгорсовета 1969 года, когда сотрудников музея заранее предупреждали о тех адресах, о тех домах, которые идут на капитальный ремонт. То есть сотрудники сами буквально ходили по квартирам? Мы буквально выезжали на этот адрес. Спичку нужно было собрать так, чтобы не повредить вот эту вот облицовку, вот то, что составляет художественную ценность предмета. Но для Петербурга, как для музея под открытым небом, вопрос, кто позаботится о сохранившихся элементах, страины в наших парадных, самый актуальный. Группа городских краеведов организовала настоящий флешмоб. В прямом смысле – отмыть парадные. Например, здесь, в Веленске, переулок 6. Очищенная усилиями волонтеров плитка буквально заиграла новыми красками. Мы пытаемся на своих акциях рассказывать, как бережно и без лишней самодеятельности делать свой дом лучше. Потому что очень можно долго рассуждать на тему о том, что вот, все так плохо, старый фонд будет утерян. В принципе, если вы предварительно проконсультируетесь со специалистом, каждый может внести свою маленькую лепту в спасение того, что мы можем потерять. А для известнейшего дома-бака такие акции уже в порядке вещей. Отмывать приходится не только витражи, но и следы пребывания многочисленных туристов. Правда, по новым правилам, уборка в домах-памятниках должна проводиться под контролем специалистов. Поэтому мне доверили разве что протереть перила мягкой губкой. И вот сколько примерно нужно волонтеров, чтобы отмыть все перила в доме? Возможно, от 5 до 15 человек, чтобы вот эту всю парадную помыть. И вот раз в полтора месяца, получается, надо это делать? Ну, в идеале, да. Может быть, и чаще. Вот так и получается. Даже если один человек загорается идеей, это уже шанс спасти исторический Петербург. Анна Давидович, успешный адвокат с днем, вечером превращается в мастера-реставратора. А ее рабочий кабинет в настоящую мастерскую. Уже больше пяти лет она буквально спасает старинные стулья. И это даже не хобби, а уже образ жизни. Вот этот стул мне подарила невестка на Новый год. Из конструктора сделай сам. Я сделала, естественно, как не сделать? Потому что он прекрасный. Это конец 19-го, начало 20-го века. Классический северный модерн. Дуб. Если посмотреть, у него очень красивая структура дерева. Вот он прямо играет весь вот. Стульев здесь не 12, а гораздо больше. И попадают они сюда совершенно разными путями. Со свалки, расселенных квартир. А вот, например, антикварный финский стул, который зимой петербургские дворники приспособили под ограждение опасной зоны во время уборки крыш. Тогда его фотографии облетели все соцсети. Теперь, восстановленный Анной, он украшает детскую комнату ее внучки. Вроде бы обыкновенный старый стул, но за ним кроется настоящая живая история. То, о чем когда-то спел Гребенщиков. Чтобы стоять, я должен держаться. Стулья, кресла – это врос в историю нашей корни. Потому что самое плохое, что может быть, с моей точки зрения, это Иван, не помнящий родства. Вот это самое страшное, что может быть в жизни. Казалось бы, что может случиться от потери одного витража, исторической двери или антикварного стула? Мол, не велика потеря. Но ведь именно из таких маленьких частичек истории и состоит Петербург прошлого. Можно, по примеру наших героев, попытаться их сохранить. А можно просто их не замечать. Но в этом случае исчезнет и Старый Петербург. Тихо, незаметно и безвозвратно. Антон Цубом. Пульс города. Ну и еще мы обязательно должны сообщить вам о том, что наш телеканал будет транслировать все праздничные мероприятия, которые пройдут в нашем городе 26 мая. Например, в 11.30 мы в прямом эфире покажем парад артистов, цирка и барабанщиков на Невском проспекте. Вечером онлайн-трансляция на нашем сайте topspb.tv, чемпионского парада «Зенитов». В 22 мы покажем грандиозный концерт классика на Дворцово. Невероятное зрелище с участием ведущих звезд оперы и балета. Самых прекрасных декораций в Петербургах. Нев-23.30, открытие сезона «Поющие мосты». Нева, разведенные мосты, симфонический оркестр, классическая музыка. Что может быть красивее? Так что обязательно приходите и смотрите наш телеканал 26 числа. В заключении наша рубрика «Кино и песни Ленинграда». И ее мы тоже посвящаем главной теме нашего сегодняшнего выпуска – день рождения города. Красуйся, град Петров, и стой неколебиво, как Россия. Здесь будем ставить город. Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, «Совершилось». ПЕСНЯ Наступает торжественная минута, «Которую Ленинград никогда не добудет». Салют Ленинграда. Давайте двигать сильнее страну, экономику. Призываем граждан России дать достойный ответ путчистым. Это все, о чем мы вам успели рассказать за один час. Надеемся, что после нашей программы вы почувствовали себя чуть более осведовленными петербуржцами. Ну а мы вернемся в эту студию ровно через неделю, чтобы вновь и вновь сказать вам, это ваше право. Видите, знать, чем живет великий город наш, доктор Татьянов. Я Юрьевич. Всего доброго и хороших новостей!